И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, с одной стороны, это очень таки уже поздний ролик, но все же я не могу не записать ролик на данную тему, я хотел бы конечно же сегодня рассказать об итогах нашего нагибаторского хэллоуина, который уже закончился позавчера, но записываю ролик и думаю, что данную информацию многие хотели бы услышать из моих уст и вообще в принципе подытожить данный ивент, как он сложился для меня в принципе. Что у нас произошло на данный ивент и все в этом духе, давайте начнем ребятки, наверное с обновлений, которые произошли у нас на данный праздник, это у нас новые дроны, это новые устройства, это вообще в принципе праздник, который произошел у нас с Х20 голдами, фондами, звездными неделями и тому прочему, это было реально круто с одной стороны, с другой стороны многие ожидали намного круче праздник, сказав, что Х20 голды один день это конечно хорошо, но это мало, но и у многих вообще сложилось впечатление, что разработчики игры все-таки зажали, зажали скидочки, ну и в какой-то мере я с этим соглашусь, потому что ну реально делать скидки 30% на Хэллоуин, зная то, что пару лет обратно были 50% скидки, при этом еще 50-70% на МПК были, но давайте сегодня не об этом, сегодня расскажем вообще в принципе об устройствах и дронах, которые новые у нас появились, безусловно я их потихонечку тестирую, что касаемо устройств, что касаемо дронов, то пока я жду скидки, есть один дрон интересный, который я обязательно прикуплю и обязательно буду тестировать, обязательно расскажу о нем вам, потому что многие ребята, именно ютуберы, у которых имеются данные дроны, фулл прокачки, они не рассказывают про это, я не знаю почему они не рассказывают, то ли они вообще в принципе не знают этой фишки, то ли они не заинтересованы в этом, ну короче, не в этом суть, я как бы, как только, как только так сразу, как только он у меня появится, как только я его фулл прокачаю, так сразу запишу ролик, расскажу вам все, что я думаю о данном дроне, ну и дальше, наверное-таки, хотел бы я рассказать про Звездную неделю, да, это самая та Звездная неделя, которая меня заставила впервые задонатить в эту игру, впервые, вы просто вдумайтесь, я не донатил ни при каком раскладе, но в этот раз, когда нам выдавали скин Демоник за 900 звезд, я все-таки решил купить данный бустер и впервые задонатить в эту игру, и реально это был, наверное, тот случай, когда без бустера я бы точно бы никак не успел, да и в принципе, если бы не данный нагибаторский скин, который я сейчас-таки тоже переодену и покажу его вам всем, потому что на нем я вообще в принципе не играл, и, наверное, это будет сейчас первый ролик, на котором я в принципе поиграю на данном скине, на данном дебодике. Немножечко я, ребятки, приболел, не знаю, как это вообще в принципе произошло, но на Хэллоуин я очень сильно негодовал, очень сильно бомбил, возможно, это как-то поспособствовало, немного посрывал свой голос, и после этого что-то как-то немножечко так подзаболел. Ну и касаемо данного скина, да, это были тяжелые для меня 900 звезд, так как у меня времени реально не было много, чтобы набить данные звезды, мне надо было реально потеть в какой-то момент, но и все же в субботу, в субботу именно тогда, когда у нас были Х20 голды, я добил данный скин. Не сказать, что это было прям очень-таки потно и сложно, что я прям жестко потил, чтобы набить данный скин, нет, я так бы не сказал, но с тем, что связано то, что у меня в принципе не было очень-таки много времени на набитие данного скина, поэтому получилось не все так идеально гладко, просто и догибаторски. То есть, если условно я бы выполнял бы данные звездные недели условно на где-то год назад, может два года назад, тогда, когда у меня времени было просто вагон, и я мог, блин, сутками сидеть, мог, блин, за такой ивент просто без даже никаких бустеров взять и выполнить на языкаточке эти 900 звезд, то сейчас такого у меня нету, такого количества времени у меня не имеется, и поэтому мне не так все просто это, конечно же, далось. Также, ребятки, хотел бы рассказать немножко про Х20 голды, да, с какой-то стороны, наверное, такие многие скажут, что Х20 не было, даже я в одном из роликов, там, где я выбил, кстати, фризах ЭТ, про фризах это чуть-чуть попозже, конечно, расскажу, я тоже сказал, что Х20 голдов нету, но, в принципе, если так немножечко подумать, включить свою голову и подрасчитать вообще, в принципе, выпадение тех золотых ящиков, которые у нас было, при том, что, в принципе, в матчмейкинге вы сейчас не знаете, насколько быстро растет фонд, но примерно я, конечно, понимаю, насколько он четко растет, и могу сказать, да, где-то около Х20 было, может быть, там что-то, конечно, подхимичили, но явно, явно было все правильно, голды сыпали, реально сыпали, были, конечно, катки, где вероятность почему-то там то падала, то не падала, то есть какой-то рандом, а бывали катки, что просто жестко-жестко летел голд за голдом, и в этом плане было, конечно, очень-таки круто, интересно и нагибаторски. Также, ребят, хотел бы сказать про контейнеры, которые я открывал за звездную неделю, это были, наверное, лучшие контейнеры в моем исполнении, которые я когда-либо открывал, я не знаю, с чем это было связано, но многие ребята, наверное, которые смотрят вообще видосы, кто сидит на стримах, кто давно уже знаком со мной, с моим каналом, знает, что у меня есть какие-то определенные любимые числа, еще что-то в этом духе, ну и вот именно в тот день, 3-го числа, 3-е число это для меня, ну, такой, очень-таки хороший всегда день складывается, люблю я это число, не знаю, почему так, но вот люблю и все, и все происходит в этот день просто шикарно и нагибаторски, и именно 3-го числа я открывал данный контейнер, у меня было 30 штук, и из этих 30 контейнеров именно таки, со второго уже контейнера, с первого я выбил краску, со второго я уже выбил сразу же скин фриз хтшки, это было вообще просто настолько из... из... изёво, настолько, блин, я не знаю, как еще сказать, но это было очень легко, очень легко, и я даже серьезно, я не ожидал, что настолько реально просто может выпасть мне фриз хт, ну, не знаю, все сошлось, ребятки, я очень доволен данным скином, реально, и я сейчас играю на данной пушке еще больше, при том, что, ну, все знают, что данную пушку я очень-таки люблю, и так на ней провожу очень-таки много времени, но сейчас, после того, как я выбил фриз хт, я играю еще больше на данной пушке, и вообще практически ее не снимаю, из-за исключения вот, наверное, таких моментов, когда все-таки надо хоть первый раз поиграть на своем демонике, демоне, нагибаторе, который я тоже все-таки набил, и такой вот прикольный скинчик получил, который очень-таки красиво сочетается с призовыми красками, пока у меня их имеется две, и я бы сказал, что это очень круто выглядит, и реально оно того стоило. Понятное дело, что сейчас данный скин имеется у очень многих игроков, но я думаю, что через года так два-три, если с проектом ничего не произойдет, а я думаю, что проект будет жить, и все будет с ним нормально, то данный скин уже станет, я думаю, таким уникальным, если, конечно же, его не введут в контейнер, и нельзя будет его выбить. Поэтому как-то так. Что-то я еще хотел сегодня-таки рассказать, но уже, но уже что-то я подзабыл. О чем же я хотел еще рассказать? Конечно же, я хотел рассказать о том, что в последний именно-таки день, нет, получается, в субботу, в предпоследний день Хэллоуина, вышли у нас в контейнерах еще и красивые свечения, которых я, в принципе, не сумел выбить с этих 30 контейнеров, хотя я думал, что, в принципе, шанс большой имеется, что я смогу выбить хотя бы хоть одно такое вот нагибаторское, нагибаторский эффект на какую-нибудь пушечку, но пока, пока мне не повезло, пока у меня не получилось его выбить, ну, давайте в катку, раз не грузи, давайте. Зайдем в гаражик, вообще, в принципе, покажем, что у нас, да как, жига, фризик, ну и, конечно, данные эффекты, эффекты, конечно, я очень себе хочу один вот нагибаторский эффект, и я бы с удовольствием бы имел бы данный эффект вот просто на все свои пушки, мне было бы реально бы круто, если бы вот этот ядовитый эффект, жесткий нагибаторский вот такой вот эффект, был бы у меня на всех аккаунтах, не на всех аккаунтах, а на всех пушках, потому что, ну, реально, как по мне, он очень круто выглядит, и, наверное, первая пушка, на которой я бы хотел увидеть данный эффект, это был бы страйкер, потому что я в одной катке видел данный эффект, и он просто очень жестко выглядит. Многие, конечно, ребятки говорят, что смотрится очень прикольно, чёрный, чёрный цвет, чёрный эффект, но как-то мне он не очень-таки понравился, и в этом духе мне не зашло. Поэтому, ребят, в скором времени мы уже начнём выбивать данные эффекты, я думаю, что начнём мы, конечно же, с моих мультов, на которых скопилось большое количество контейнеров, и я думаю, что потихоньку мы будем открывать там контейнеры, пытаться выбивать эти нагибаторские эффекты, и будем надеяться, конечно, что что-то крутое нам выпадет. Но, в принципе, на этом мы будем заканчивать данный ролик, ребятки, обязательно поставьте лайк, если вы любите ролики, где я подвожу какие-то итоги масштабных, не знаю, обновлений, ивентов, конкурсов и тому прочему, ребятки. Поэтому прожимайте лайкосик, оформляйте подписочку на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Ну а у меня на этом всё, спасибо, ребят, за просмотр, всем удачи и всем пока!